доброе утро мои дорогие зрители с вами наталья пока youtube работает я с вами так надо найти чтоб свет не падал так вот так вот так я с вами youtube и не буду не будет буду в telegram значит так вчера вышла наша ярославна со своим плачем марго ты почему не на месте звезда вон лазит но не на месте иди на окошко иди прыгай вот вышла и сразу бой да сразу в бой сразу слезы и сопли я сегодня ехала я узнала что youtube закроют я останусь без денег я останусь без существования в этой жизни у меня ничего не будет у меня ничего нет и такой у нее плач был и такой плач господи и поставила на 100 тысяч но вернемся чуть раньше как у сашка день рождения она поехала купил ему попугайчик а клетка корм попугай это все стоит денег да и я думаю не маленький потому что такой попугайчик стоит по моему порядка десяти тысяч есть не дороже точно не знаю давно не была в зоом магазине не смотрела цены на животных только за кормом кормами хожу ну что клеточка сама корм потом надо будет игрушечки зеркалица покупать там всякие колокольчики у меня был попугайчик а грей сколько от него мама дорогая а перелетят я думаю что у нас скоро обострится опять у нее аллергия и быкова будет опять собирать деньги но не это я хотела сказать хотела я сказать что пошли в магазин купили всякой хрени на 18000 как доча сказала снимают одно и то же с двух камер и выставляют дочь и у себя мама у себя а хотя подписчики одни и те же я думаю что им очень интересно смотреть дубль 2 все то же самое только с другой стороны то есть если быква снимает слева дочь и снимает справа но кадр один и тот же великие великие режиссеры и сценаристы дальше что мы видим приехала быква домой елки-маталки артур вернулся и что он делает он выкладывает фартук на кухне да из плитки что уволить деньги появились заплатить за работу или оля появилась возможность на кухню так она у нее не пропадала у нее денег я даже не знаю сказать сколько хотя я вот свои быква сама себя сдала в каком смысле рассказываю вам математику сначала она говорила что зарабатывает по 3-4 доллара за ролик я вам сказала что вот у каждого блогера есть своя студия где выкладывают цены на каждый ролик при моих просмотрах в 5000 я получаю 5 долларов у меня маленький просмотр а потому что меня и подписчиков то мало у меня там 5-6 тысяч просмотров вот я вам и говорю 1000 просмотров стоит приблизительно доллар это у меня выква может быть и дороже но я не к этому и тут вдруг когда я вам говорил что она зарабатывает за ролик как минимум 100 долларов и тут вдруг быква прорвало в одном из стримов и она вдруг совсем забыла она еще сказала перед этим она говорила что про зарплата у нее упала в девять раз связи с тем что нету рекламы в 9 раз вы представьте и на следующем стриме она говорит что за ролик я платю 30 40 долларов ведь уже насколько выросла так я взяла и посчитала значит так если ей за ролик идет 30 тысяч и 30 долларов сейчас умножаем на 9 и умножаем на 30 дней ну я даже не беру 2 кола канал я беру только один один канал что значит 30 сейчас умножаем на 9 потому что в 9 раз у нее в обычной жизни и умножаем на 30 дней у нее что получается 8 тысяч долларов 8 100 точнее это она если 30 если у нее как она сейчас говорит 30 умножили на 9 получилось 8 тысяч долларов умножаем грубо говоря на 100 это 850 тысяч это при маленьком как она сказал 30 тысячах если сейчас если она говорит 30 40 ну если у нее ролик сейчас 40 долларов умножаем на 9 умножаем на 30 дней получается 1080 да то есть у нее получилось 1080 ну 1080 долларов умножаем в среднем на 100 долларов сколько там доллар стоил тогда сейчас ну грубо говоря 100 миллион она зарабатывала в общем я не поленилась посчитала как все говорили а наш сам горит да я богат и до обеспечен да ты зарабатывала миллион ты сама же проговорилась только твой хомячий хор не видит и не слышит и кидают тебе деньги кидают и кидают тебе деньги кидают да ты хочешь все дырки заткнуть работать ты не хочешь от слова совсем даже на своем хозяйстве теперь новая блаш у нее она хочет еще коров купить но этих то уже практически наполовину на тот свет отправила худющие страсть и у нее все так это уже сколько как какие по счету коровы висят на ниточке от смерти ну короче говоря все то же самое и вы знаете с одной стороны я ее понимаю вы понимаете вот с такого бабла с такого бабла упасть мордой об асфальт и понимать что а кормушка то за крыто где деньги то брать у нее же нету образование чтобы что-то там капало но это что такое меня кошку с ума сошла выиграться надо чтоб что-то такое вот делает я думаю нее винзель лежит ты еще донаты шлет и она надеется когда она кричит на стримах что это ее работа я что-то очень ошибаюсь что порядочные блогеры ютубе считают стримы и донаты их не зарплату с ютуба с ютуба также как любому работающему человеку платит работодатель у нас работодатель в этом случае youtube вот он платит зарплату но сначала же быкова говорила это ваши комплименты это ваша благодарность донаты до донаты это благодарность блогеру да а теперь оказалось почему-то вот она все перевернула с ног на голову теперь у нее оказалось что вот она вот видели чумовая что это видео зарплата но youtube то не стал я платить зарплату она всю ответственность приложила на своих зрителей до на своих зрителей приложила всю ответственность то есть это вы виноваты зрители оли быковой что она взяла автомобиль себе за 3 миллиона и по ходу поправочка одна не написала одна зрительница которая за ним работает в банке который может отследить кредитные истории она сказала что у быковой за машину да она в кредите но у нее переплата идет в полляма то есть 500 тысяч у нее уже идет переплата поэтому она нам и показывает 2 600 то есть 500 она уже заплатила за 10 месяцев по 52 и 500 она уже еще у нее переплата идет то есть она за машину же миллион заплатила и вот у нее осталось там 2 600 значит кредит я думаю гораздо меньше сроку потому что сумма меньше я же уже считала 52 тысячи на 7 месяцев она бы обходилась 4 с половиной ляма значит там меньше сумма кредита было значит продолжаем наш разговор то есть машина она уже переплачивает и мне где тогда ее на самом деле жалко что вот она она понимает она действительно у нее страх но какая была бравада еще месяц назад канат кричала когда она издевалась над своими подписчиками и зрителями когда она унижала всех и принижала когда она кричала что да я да я да я вот хозяйством да я вот фрилансом да я вот пойду на туда а теперь тыр пыр 8 дыр а куда идти там засада здесь не дают ничего вот смотрите начало будет вконтакте побираться потому что она везде на всех платформах выставила свои карты и теперь у нее продолжается она ищет место где можно побираться дальше вчера на стриме она плакала что все если надо она пойдет к церкви и вдруг в конце стрима как во всех ее стримах мало того что прибегают дети которыми на тоже играется что подавали деньги детям зайчики нужны появилась его ее любовь санек то есть фильм дома с попугаями а здесь будет кобель кобель с попугаем вот он такой с попугаем это точно к нему вот он с попугая появился санек и сразу улыбочка до ушей хоть завязочки пришей и нам сразу весело и нам сразу хорошо потому что она прекрасно знает она уже вы это выривалась как правильно отревелась до негатив весь выхлестнула на вас у нее хорошее настроение пришел санек она знает что у нее будет ночь любви только я думаю она детям кто говорит то такой дядя саша вот данный момент как она объясняет детям но взрослых все понимают так дети страшно мама кто такой дядя саша она говорит квартирант или помощник а потом года через два дети скажут мам на какой же он помощник когда ты с ним спишь когда не поймут суть это те маленькие дети жизнь давно и слегка все понимают вот мы посмотрим какой он ей квартирант или друг или помощник то есть кобель на месте попугай на месте барыня веселая хочу и грустить у нее кухня будет через неделю а то и на днях вспомните если youtube не закроют давайте ставить считать дни я делаю до такую ставку что дней через 10 у нее приедет кухня потому что не зря опять вы вырвали работника на место до артур на месте кладет фартук быкова не стесняюсь все это показывает но потому что она думать да кто там обратить внимание подумать что это давно снималась там было не было фартука все мои дорогие на этом прощаюсь будут новости расскажу это песня без конца платье плачья ярославны не закончится никогда все